Приветствую, дорогие друзья, вы смотрите канал OkEnglish Elementary, с вами Елена Викторна-Вагнистая. Вы попали в плейлист «Разбор английских текстов для новичков», где в каждом уроке мы берем английский текст, слушаем начитку от американца и разбираем все самое сложное и непонятное, что в этом тексте находится. Сегодня у нас текст о парне по имени Джон, ему 16 лет. Давайте прослушаем, что же за история там с ним приключилась. Итак, раскрываем ушки, слушаем. Ну что, обратили внимание, что начитка у нас опять очень беглая, быстрая. Ну как беглая, она просто нормальная, на самом деле это нормальный темп американской речи, к этому тоже нужно по чуть-чуть привыкать. Ну что ж, давайте теперь разберем этот текст, сперва мы его прочитаем, переведем. Джону несколько месяцев назад исполнилось 16 лет, что значит, что у него уже достаточный возраст, чтобы получить водительское удостоверение. Он был очень взволнован по этому поводу, потому что ненавидел ходить пешком. Его школа была далеко от дома. Ему приходилось идти пешком 30 минут, более 30 минут до школы. Это было нормально в целом большую часть времени, но когда шел дождь, его это ужасно раздражало. Также было очень неудобно, когда приходилось вставать очень рано. Ну, давайте смотреть и детально разбирать. Итак, первое предложение у нас длинное, давайте мы его будем разбирать по блокам. Я вам уже говорила о том, что, не пугайтесь длинных предложений, все равно, даже если оно длинное, оно состоит из более простых блоков, как из кубиков таких, да, из которых мы строим большое здание, в каждом сложном предложении можно вычленить базовую конструкцию. Помним, что ядром английского предложения является связка, автор действия и действия, то есть кто его действия. Итак, John turned 16 a couple of months ago. Джону исполнилось 16 несколько месяцев назад. Мы видим, что ядром является слово John и далее его действия turned. Глагол turn, он такой немного непредсказуемый, если откроете словарь, окажется, что turn это поворачивать, да? Но если у вас связка turn и возраст, как здесь turned 16, то это значит, что ему исполнилось 16. Также мы видим, что в нашем тексте все повествование в прошлом, мы изначально выбираем данное время, и если глагол правильный, то, чтобы сказать о прошлом, нужно лишь добавить к нему окончание ed. Turned превратился или стал 16-летним, да, то есть turn плюс возраст, это вам как бы исполнилось, исполнился этот возраст, вы стали таким по возрасту. John turned 16, Джону исполнилось 16, и теперь мы говорим, когда это случилось. A couple of months ago. Весь этот блок отвечает на вопрос, когда. Слово ago – это явный маячок прошлого, да? Ago – это тому назад. Перед ago обычно идет длительность, период. Когда тому назад. Мы видим здесь связку. A couple of months. Ну, мы знаем, что month – это месяц. Month с с на конце – это месяцы. Связка a couple of – это пара. Несколько. A couple of months – пара месяцев. Ago – тому назад. John turned 16 a couple of months ago. И далее мы продолжаем эту мысль и присоединяем еще одно предложение, которое тоже, естественно, мы сейчас разобьем по блокам. Which meant – это первый блок – that he was old enough to get his driving license. Третий блок. То есть всего у нас три блока. Итак, which meant – что означало? Which, собственно говоря, что, да, это подлежащее ядро, и его действие meant означало. Mean – означать, meant означало в прошлом. Глагол неправильный. Первая начальная форма – mean, вторая форма – meant. Вот так вот записывается. Что означало? И теперь третьим блоком мы присоединяем, что там означало. That – что? He was old enough. Он был достаточно взрослый. Давайте вот этот блок разберем. Автор действия – he. И сразу за ним идет действие – was. He was. Он был. Все остальное – это уже дополнительно описывающие слова, но они не являются структурой. Так, давайте еще раз посмотрим. Первый структурный блок в сложном предложении. John turned. Второй блок. Which meant. Третий блок. He, he was. Вот эти три блока, да, они являются тремя ядрами, то есть, которые мы объединили. Все остальные слова расширяют их значение, но по структуре они на самом деле ничего не делают. Они не являются ключевыми структурными элементами. Итак, переходим к третьему предложению. That he was old enough. Что он был достаточно взрослый. Old enough – достаточно взрослый. Запоминаем. Теперь для какой цели он был достаточно взрослый? Когда мы указываем цель в виде действия, то мы указываем ее через to и глагол to get. В данном случае, чтобы получить, то мы можем переводить словом чтобы, да, или для того чтобы. He was old enough to get. Он был достаточно взрослый. По-английски взрослый – достаточно. Чтобы получить. Теперь что получить? His driving license. Его водительские права, водительское удостоверение. В Америке можем, может, ребенок с 16 лет получить права и водить машину сам без взрослого, да. Driving license, соответственно, водительское удостоверение. Ну, такое, вроде бы, безумно длинное предложение, которое могло нас вначале испугать. Теперь он нас не пугает, потому что мы знаем, как оно устроено. Первый блок. John turned 16 a couple of months ago. Второй блок. Which meant. Третий блок. That he was old enough to get his driving license. Джону исполнилось 16 несколько месяцев назад, что означало, что он был взрослым достаточно, чтобы получить его водительские права. Это очень буквальный, близкий перевод. Естественно, мы можем чуть-чуть переставить слова, чтобы по-русски это звучало более гармонично. Двигаемся дальше. He was excited about this because he hated walking. Он был очень взволнован этим событием, потому что он ненавидел пешую ходьбу. А зря, между прочим. Говорят, что 30-40 минут в день пешей прогулки достаточно для того, чтобы поддерживать наш организм в отличном состоянии всю жизнь. Поэтому я, например, прогулки очень люблю, пешей прогулки, да. Так, но нас интересует наше предложение. Давайте, опять же, работаем по блокам, потому что предложение сложное. He was excited about this. Первый блок. Because he hated walking. Второй блок. Почему я разделяю их на два блока? Потому что, опять же, я вижу два ядра. He и его действия was. И во втором блоке. Because, опять же, he и действия hated. Все остальные слова лишь примыкают к этим блокам, они структурно ни на что не влияют. Итак, he was excited. Be excited. Это волноваться по поводу чего-то, но имеется в виду, волноваться в позитивном плане, позитивное предвкушение. Знаете, я взволнован этим событием. То есть, взволнован в хорошем плане, да. He was excited about this. Он был взволнован в хорошем, позитивном плане. У него были позитивные ожидания. About this. Потому что в английском языке, я вам уже говорила, есть еще одно слово. Волноваться, взволнованное – это worried. Но worried – это волнение в негативную сторону. То есть, волноваться, переживать по поводу плохого предвкушения. А excited – это волноваться, переживать по поводу хорошего чего-то. He was excited about this. Он был взволнован по этому поводу. И далее второй блок пошел because. Потому что because – частый соединитель между двумя простыми частями сложного предложения. Because he hated walking. Потому что он ненавидел ходьбу. Автор действия he, его действия hated. Опять же, видим was, hated – все это маячки прошлого, маячки глаголы в прошлом времени. После hate, если вы указываете дополнительное действие, то указывайте его через ing – walking. Таким образом, walking в данном случае не связано никак с процессом, с континиусами. Здесь это герундия. То есть, второй глагол в цепочке после первого глагола. После hate, если вы говорите, что вы ненавидите, какое действие, всегда указываем его через ing. Просто запомните это. Ну, в принципе, мы об этом также говорили в грамматике для новичков на данном канале. Итак. He was excited about this. Because he hated walking. Он был взволнован по этому поводу. Потому что он ненавидел ходьбу. His school was far from home. Его школа была далека от дома. Здесь предложение уже простое. Проблем не должно быть. His school – его школа. Was – была. Находилась. И очень часто после глагола be мы указываем еще расстояние. Да? В данном случае расстояние – это far from home. Далеко от дома. Be far from home – быть далеко. His school was far from home. Его школа была далеко от дома. He had to walk over 30 minutes to school. Ему приходилось идти пешком свыше 30 минут в школу. Итак. He had to. He had – это наше ядро. В данном предложении он тоже просто. Я здесь больше не вижу никаких авторов действия и действий. Значит, говорим о простом предложении. Надеюсь, этот принцип понятен. Итак. He – он. Глагол have – это иметь. Had – имел. Но здесь у нас не просто have. Давайте, друзья, мы вспомним, что иногда после have или had, неважно в какой форме have, у нас может стоять частица to сразу после have. Когда мы так делаем, то после to у нас есть еще один глагол, и мы его видим. Это глагол walk. И связка have to переводится как должен, обязан, вынужден. То есть, когда вы вынуждены выполнять какое-то действие, которое вы не хотите выполнять. В данном случае речь идет о модальной связке, и мы проходили ее в теме модальной глаголы и модальной конструкции. Также есть полный детальный разбор в отдельном уроке. Зайдите, посмотрите, грамматика для новичков. Итак. He had to walk. Переводим как он вынужден был ходить пешком. Или ему приходилось ходить пешком. То есть, он этого не хотел, но он вынужден был выполнять данное действие. He had to walk. Ему приходилось идти пешком. Over 30 minutes. Свыше 30 минут. Теперь куда? To school. В школу. Итак. Характеристика over 30 minutes – это характеристика глагола walk. То есть, он как ходил. Сначала мы обязаны указать как, и только потом мы указываем где и когда. Поэтому на как отвечает у нас блок слов over 30 minutes, свыше 30 минут. Это не когда, обратите внимание, это как. Хотя, вроде бы, как речь идет о времени. Потом мы указываем куда. Куда он шел. To school. В школу. He had to walk over 30 minutes to school. Обратите внимание, что мы очень часто указываем предлог направления to вместе с глаголами движения. Например, walk. To относится к walk. Не к have to. Не к had to. Да? Walk. Потом to. И потом куда мы идем. Walk to school. Идти в школу. Walk to the park. Идти в парк. Единственная оговорка, что перед school у нас здесь вот именно в данной связке не будет никаких артиклей, ничего. Go to school. Go to work. Это у нас исключение, да? Go to university. Мы их обсуждали в отдельной теме. Английский артикль и его отсутствие. Также есть детальный разговор в грамматике для новичков. He had to walk over 30 minutes to school. Ему приходилось идти свыше 30 минут в школу. It was okay on most days. But when it was raining, he hated it. Было нормально в большинство дней, но когда шел дождь, он это все ненавидел. Мы видим предложение сложное. Оно состоит из трех блоков. Первый блок. It was okay on most days. Второй блок. But when it was raining. Третий блок. He hated it. Давайте разбираться, почему я говорю о блоках. Опять же, потому что я вижу, что здесь у нас три подлежащих и три сказуемых. Три автора действия и три указанных действия. Первый блок. It was. Вот она. Все остальное. Okay on most days. Это дополнительные поясняющие слова. Итак. It was okay. Be okay. Это нормально. Все в порядке. Все окей, да? It was okay. Было нормально. Теперь указываем когда? On most days. В большинство дней. Не очень красиво звучит. Большую часть времени, вот если по-русски переводить, да? Ну, по-английски просто запомните. On most days. В большую часть дней. Второй блок. But. Но. When it was raining. Когда шел дождь. Автор действия it. И действия was raining. Was raining. Это у нас past continuous. Показывает процесс. То есть, когда хотим сказать, что в прошлом был процесс, да? Мы указываем его через past continuous. То есть, через was или were. И глагол с инк. Вот в данном случае глагол с инк, это уже действует, уже никакие не герунди. И это явный указатель процесса. Потому что перед ним стоит вариант глагола B. It was raining. Шел дождь. Был дождь. То есть, имелся процесс. When it was raining. Когда шел дождь. И дальше. Третья. Связка в цепочке. He hated it. Ну, he hated. Мы уже видели несколько раз. Вот оно. He hated. То же самое. Мы также понимаем, что he это ядро и hated его действия. It was okay on most days. But when it was raining, he hated it. Было нормально большую часть времени. Но когда был дождь, то есть, был процесс дождя, он ненавидел это. It was also inconvenient when he had to wake up early. Также было неудобно, когда ему приходилось вставать рано. Также мы видим, что это сложное предложение из двух блоков. It was also inconvenient. Первый блок. When he had to wake up early. Второй блок. Как я это понимаю, опять же, в первом блоке я вижу автор действия it и действия was. It was. Все остальное поясняющие слова. Значит, связка be inconvenient – это быть неудобным, некомфортным. Convenient – удобный, отрицательная форма. Inconvenient – неудобно. It was inconvenient. Было неудобно. Ему это не подходило. Было неудобно. It was also inconvenient. Также было неудобно. When he had to wake up early. Когда он вынужден был вставать рано. When – когда. He – автор действия. Had to – то же самое, которое мы видели раньше. Вот оно здесь. Только после to у нас другое действие. Wake. Или полный вариант. Wake up – вставать, просыпаться. Wake up – больше как просыпаться. Early – рано. Early – это его характеристика. Характеристика стоит после глагола. Ну, вот такие вот у нас сегодня предложения. Давайте теперь подумаем, друзья мои, как можно раздробить этот текст на более простые блоки. Кстати, если вы хотите сделать это задание самостоятельно, поставьте видео на паузу. Сами попробуйте раздробить сложные предложения на простые, а потом сверьтесь с тем, что предложу я в качестве своего варианта. Ну, что ж, поехали. Вот эти два предложения я не смогу разбить, потому что они очень плотно связаны, между ними плотная связь, и разорвать её я не могу. Потеряется смысл предложений, поэтому этот блок я оставляю одним. He was excited about this. He hated walking. Тут можем убрать because, разбить на два предложения. His school was far from home. Разбивать нечего. He had to walk over 30 minutes to school. Разбивать нечего. It was okay on most days. Точка. А вот связку when it was raining, he hated it. Мы разбить не можем, потому что здесь связь между предложениями очень плотная. Я эту связку разрывать не стану. И давайте последнее. It was inconvenient. Опять же, разорвать не могу. Мы видим, что когда у нас два простых предложения соединены посредством слова when или, например, словом that, да, то разорвать эти предложения мы не можем, потому что между ними настолько плотная связь, что разрушится смысл. То есть, не всегда мы можем упростить длинное сложное предложение на несколько простых. Иногда мы вынуждены делать большие громоздкие конструкции, потому что того требует смысл. Ну, друзья мои, давайте теперь смотреть, что ещё. У нас здесь были глаголы в прошлом. Turned. Мы его здесь договорились переводить как исполнилось. Да, но вообще у turn базовое значение несколько другое. Turned. Исполнилась базовая, как бы начальная форма turn. Meant. Означало. Начальная форма mean означать. Вот так вот. Ну, вариант глагола be в прошлом was использовался здесь несколько раз. Был. Так. He was excited. His school was far from home. Теперь вот интересная связка. Had to. Вынужден был. То есть, в основе лежит глагол have. Иметь в прошедшем времени выглядит как had. Но помним, что have, to и ещё одно действие – это вынужден. He had to walk. Он вынужден был идти. И ещё мы видели связку. He had to wake up. Он вынужден был просыпаться. Далее. Опять же, мы видим it was okay. Was. It was raining. Ну, was raining. Мы уже можем считать отдельным временем. Past continuous. Теперь he hated it. Снова глагол hate. Ненавидеть. Hated. Ненавидел. Глагол правильный. Опять же, видим was. It was inconvenient. Ну, you had to wake up. Обсудили. Очень часто у нас появляется was в разных модификациях. Давайте ещё раз посмотрим, что же это. He was old enough. То есть, was плюс возраст. He was old enough. Он был достаточно взрослый. He was excited. Was плюс прилагательная характеристика. Он был взволнован. Далее. His school was far from home. Школа была далеко от дома. Was плюс расстояние. То есть, be плюс расстояние. Was и где? Far from home. Далее. It was okay. Было нормально. Окей. Это состояние. Состояние нормально. Окей. It was raining. Was плюс глагол с in. Это у нас считается отдельный грамматический паттерн. Past continuous. It was inconvenient. Inconvenient – это прилагательное. Было неудобно. То есть, вот сколько вариантов того, что может идти после глагола be. Всё это мы с вами разбираем в английской грамматике. Ещё раз отправляю вас смотреть грамматику, потому что без этого, друзья мои, никак. Грамматика – это шаблоны. Вот те, из которых… Вот видите текст? Да? Это же не набор слов, правда? Мы здесь вон сколько уже разных шаблонов вычленили. Всех мы разбираем в плейлисте по грамматике. Так, друзья мои. Ну, вот такие вот дела. Давайте теперь уже заниматься с вами практикой. И ещё я хотела кое-что вам сказать. У меня, вы знаете, у меня есть идея записать большой урок повторения по всем 50 текстам, которые мы прошли. И я думаю сделать это так. В одном уроке мы пройдём ещё раз все 50 текстов, но только, естественно, в сжатом варианте. Акцент будет на то, что мы их снова прослушаем с вами, как их для нас читают дикторы. И кратенько вспомним самое главное, что в этих текстах было по переводу. И ещё я хочу сделать учебную методичку, как учебное пособие по этим текстам с дополнительными практическими заданиями. Если вам это интересно, сразу говорю, такое пособие будет платное, но оно будет, естественно, по символической цене, как я всегда для вас делаю, друзья. И если вам интересно узнать новости, то следите за описанием к данному ролику. Я там повешу ссылку на этот большой видеоурок, когда он появится, когда он будет готов. Я надеюсь, что в ближайшую неделю я всё-таки это всё сделаю. Но давайте, друзья, мы ещё раз пройдёмся по этому тексту. Я сейчас буду читать все эти предложения с паузами. Что нужно делать в паузах? Вы знаете. Первое задание – нужно писать диктант. Здесь у нас сложные предложения, и я их, естественно, буду дробить на блоке, чтобы вы успевали. Задание номер два. Кто не тренирует письмо, повторяйте со мной вслух, будете тогда тренировать английское произношение. Ну, поехали. John turned 16 a couple of months ago. Which meant that he was old enough to get his driving license. He was excited about this because he hated walking. His school was far from home. He had to walk over 30 minutes over 30 minutes to school. It was okay on most days but when it was raining when he had to wake up early. He had to wake up early. Ну что, друзья мои, думаю, получилось. И теперь следующее задание. Вы увидите русский слайд. Это тот же самый текст, но он полностью в переводе. Что нужно сделать с русским слайдом, друзья мои? Нужно сделать обратный перевод на английский и свериться. Вы можете делать это письменно, тогда напишите перевод, сверьтесь с английским вариантом. Вы можете делать это вслух, тогда запишите на диктофон своего смартфона то, как вы говорите перевод и переслушайте себя. Сами оцените, насколько у вас все классно или не очень классно получать. Самое главное, делать это тогда, естественно, будет результат. С первой попытки, ну, как бы, может, прям, скажем, не получится, друзья мои. И, пожалуй, на этом все. Еще что нам осталось, осталось еще раз переслушать нашего диктора. Помним, что темп у диктора ого-го какой. Не пугайтесь. И, кстати, если вам сильно быстро на ютюбе есть кнопочка замедлить видео, идете в настройки видео, где шестеренка на экране, там у вас где-то должен быть... Там есть в пункт скорость. В скорости выбирайте, например, 0,75 или 0,5 и тогда скорость будет значительно медленнее. Но при этом тембр не поменяется, поэтому будет, в общем-то, смотрибельно, друзья мои. Ну и, если вам урок данный понравился, жмите лайк, оставляйте свои комментарии. С вами была, как всегда, Елена Викторовна Вагниста, канал Локинглиш Элементри и до скорой встречи в новых уроках. Bye! Субтитры создавал DimaTorzok